В небо взмае шара памяти. Почему ООН «Нижнекамскнефтехим» больше не существует и итоги трехдневного турнира по бильярду. Об этом и не только прямо сейчас. В прямом эфире новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Предприятие ООН «Нижнекамскнефтехим» отныне именуется иначе. В связи с переменами в законодательстве теперь первое слово в аббревиатуре ОАО, то есть открытое, меняется на слово публичное. Но стоит отметить, что это только юридические тонкости и ничего от смены названия работники на себе не ощутят. Новый закон вступил в силу 1 сентября и публичными акционерными обществами вскоре станут те предприятия, акции которых обращаются на фондовых биржах. Остальные же организации будут именоваться не публичными акционерными обществами. А определения ОАО и ЗАО больше не используются. Ежедневно по всему миру в результате ДТП погибают более трех тысяч человек. В честь Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий Нижнекамские детдомовцы получили от сотрудников ГАИ урок правила дорожного движения. Затем все вместе запустили в небо белые шары с бумажными ангелами. Подробнее в вечернем выпуске новостей. В Елантово прошел третий по счету и ставший уже традиционным конкурс «Хозяйка села». За это почетное звание в пяти номинациях боролось 20 сельчанок со всего Нижнекамского района. Кто-то удивлял зрителей танцами, кто-то кулинарными умениями. Но самым зрелищным конкурсом стало распиливание бревен на скорость. В этом году в качестве почетного гостя на праздники села побывал Айдар Медшин. Подробности о конкурсе и о победителях вы узнаете в 18 часов 30 минут. На протяжении трех дней в городе проходил ежегодный турнир по бильярду, посвященный Николаю Лимаеву. Финальная схватка соревнований получилась захватывающей. Двукратный чемпион мира из Оренбурга встретился со своим земляком. Стоит отметить, что соперник неоднократного победителя мировых первенств Павла Мехового в прошлом году тоже был финалистом состязаний. Но и в этот раз удача отвернулась от Анатолия Дмитриева. Бильярдист вел в счете 4-0, однако Павлу Меховому удалось не только сравнять, но и выйти вперед. В итоге первым стал Меховов, вторым Дмитриев. А бронзу турнира поделили Шамиль Габдрахманов и Алексей Шоршин. От минуса 7 до минус 10 именно такую температуру обещают сегодня синоптики. Ветер западный 3 метра в секунду. Также вечером ожидается туман до ухудшения видимости до 500 метров в секунду. История одного года нововведения на ежедельных планерках в администрации. Два человека пострадали при пожаре. Об этом и не только, уже через пару часов. Оставайтесь с нами, будете в курсе всего, что происходит в городе. Также подробную информацию вы можете получить на сайте НТРТВ.ру или включив радио ДИФМ Нижнекамск. До встречи.